МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорога жизни сыграла самую важную роль в жизни Ленинграда. В памяти непокоренных 18 января 1943 года прорвана блокада Ленинграда. За ушедший год, 2018, на территории Смоленской области произошло больше тысячи ДТП. Что нас ждет за поворотом? Новые правила движения коснутся автомобилистов и пешеходов Смоленской области. За период 2018 года на территории города Десногорска здесь стрелы 1777 дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекция Десногорска отчиталась о дорожно-транспортных происшествиях. Если вы не знаете, какую вам книгу лучше прочитать, предлагаем книжные новинки. С книгой «Жить век не тужить» Центральная библиотека пополнила свой книжный фонд. Краевед из Смоленска сделала сенсационное заявление, доказав, что автором малоизвестного стихотворения, которое 30 лет хранилось в Спасской башне Вязьмы, принадлежит Александру Твардовскому. Сатирическое стихотворение посвящено победе Советского Союза во Второй мировой войне и датируется 1941 годом. Нашли его в самодельной тетради, состоящей из 17 страниц. Сама же тетрадь была найдена при реконструкции Спасской башни в 1969 году. Находилась она в тайнике под грудой кирпичей и мусора, обернутая в толь и перемотанная телефонным проводом. Обнаружили находку вяземские студенты. В своем стихотворении Твардовский уверенно пишет о победе Красной армии и каждым словом вдохновляет на подвиги советских солдат. Центром памятных событий Великой Отечественной войны сегодня стал Санкт-Петербург. 76 лет назад было положено успешное начало освобождению города от фашистов. Благодаря этому сухопутная связь Ленинграда с Большой землей была восстановлена. О том, как это было, расскажет Олег Соловьев. Конец 1942 года. Ленинград. Обстановка в городе крайне сложная. Войска Ленинградского фронта и Балтийский флот изолированы. Сухопутной связи между городом и Большой землей нет. Город не получает продовольствия. В этот период Красной армии были предприняты две попытки прорыва, которые успехом не увенчались. Ставка Верховного Главнокомандующего разрабатывает план новой операции под названием «Искра». Сталин личным приказом предписывает разгромить врага и освободить город из окружения. Судьбоносная битва с захватчиком произойдет в районе деревни Липки. Теперь лишь хроника и старые пожелтевшие фотографии напоминают о тех событиях. Участников и очевидцев с каждым годом остается все меньше. Поэтому так важно передавать историю с поколения в поколение и бережно хранить в умах потомков. Одним из таких хранителей памяти является Игорь Журавлев. В прошлом участник боевых действий в Республике Афганистан, а ныне председатель Совета ветеранов Десногорска. Он много общался с героями войны и всегда готов поделиться тем, что услышал от них. Главное командование наших рабочих крестьянской Красной Армии понимало, что освобождение города поможет не только в идеологическом плане, но и поможет вдохновить всех солдат, которые готовились к освобождению нашей страны. Началась всесторонняя подготовка войск к предстоящей операции. За месяц были сформированы ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов. 300 тысяч воинов, 4700 орудий, 600 танков и 800 самолетов готовились уничтожить противника. При подготовке операции очень активно и удачно сработали наши тыловые части. Подвоз боеприпасов, укрепление всех подразделений, которые атаковали немецкие позиции, не были замечены ни воздушно, ни наземная разведка фашистов. Наши сосредоточили очень большое количество артиллерии и увеличили личный состав. В то время на стороне немцев наступали 60 тысяч солдат и офицеров. В их распоряжении было 700 орудий и около 50 танков. Часть располагались на Шлиссельбургско-Синявинском выступе, сложном для дислокации войск районе. Его территория покрыта лесами и болотами. 12 января 1943 года в 9.30 утра яростный удар Красной Армии обрушился на позиции противника. Более 4,5 тысяч орудий и минометов расчищали путь нашим солдатам в заданном направлении. В ходе упорных и ожесточенных боев на 7 день, 18 января, взяли деревню Липки у берегов Ладожского озера, крайнюю точку немецкой обороны. Блокада Ленинграда была прорвана. Это положило начало транспортному коридору, известному как «Дорога жизни». А уже в феврале в Ленинграде было восстановлено продовольственное снабжение, что значительно улучшило положение мирных жителей в городе. «Дорога жизни» сыграла самую важную роль в жизни Ленинграда. Дело в том, что она обеспечила войска оружием, боеприпасами, снаряжением и обеспечила город питанием. Если бы не «Дорога жизни», то было бы гораздо все сложнее и трагичнее. Прорыв блокады стал переломным моментом. Впоследствии это позволило развить успех. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ Из Белоруссии в Россию направлялось два грузовика с запрещенными фруктами. Таможенный СОБР и сотрудники ГИБДД предотвратили въезд яблок. У них отсутствовали сопроводительные и фитосанитарные документы в Смоленскую область. Пока шел досмотр первого грузовика, второй совершил попытку скрыться. Со скоростью 110 км в час грузовик не давал возможности сотрудников СОБРа его обогнать. Помогли в задержании автоинспекторы. В итоге транспортное средство было остановлено, а фрукты из списка эмбарго не попали на прилавки смоленских магазинов. Итоги прошедшего года и предстоящие нововведения обсудили в ГИБДД Смоленской области. Чего ждать автомобилистам и пешеходам, смотрите в сюжете. Безопасности дорожного движения на Смоленщине уделяется повышенное внимание со стороны горожан. Об итогах года и о предстоящих инициативах сообщили на пресс-конференции в ГИБДД Смоленской области. За ушедший год, 2018, на территории Смоленской области произошло больше 1000 ДТП, 1035, в которых погибло 143 человека. Ранено 1336 людей. Как бы данная статистика говорит о том, что если сравнивать прошлый год, то по всем направлениям у нас рост незначительный, но имеется рост. К сожалению, также отмечается незначительный рост летальных исходов. При этом, благодаря регулярно проводимым профилактическим мероприятиям, происшествия на дорогах с участием детей снижены на 40%. Борьба с пьяными нарушителями остается одним из приоритетных направлений деятельности ГИБДД. Отдельно был сделан акцент на употреблении водителями марихуаны. Очень большое количество в Смоленской области, особенно в Смоленске, молодых людей, которые употребляют данное наркотическое вещество. И сознание, оно не такое, как у трезвого человека. Поэтому, когда ДТП происходит, направляем на свельцовую, конечно, есть тенденция к росту. Одним из рычагов воздействия на нерадивых водителей в ГИБДД ведет проведение регулярных профилактических мероприятий. Необходимо помнить, что вождение в состоянии опьянения может привести к летальному исходу не только водителя, но и случайных участников движения. Олег Славьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ. О ситуации на городских дорогах расскажет начальник госавтоинспекции по городу Десногорску Андрей Ваулин. За период 2018 года на территории города Десногорска изъястрировано 1777 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили ранения, из них 4 ребенка. Основными видами дорожно-транспортных происшествий были наезды на пешеходов, в 7 случаях столкновения, 3 случая, опрокидывание 1, наезды на препятствия 1. Из всех наездов на пешеходов в 7 случаях, 4 происшествия были совершены на пешеходных переходах, то есть водители, не представляя преимущества движения, пешеходам, находящимся на проезжей части в зоне действия пешеходного перехода. Также за 2018 год сотрудниками ГИБДД города Десногорска пресечено более 3700 административных правонарушений. За управление треемсостояния 43, за превышение скорости 1686, 333 в нарушении пешеходов 157, за непредоставление преимущества пешеходам. Просто хотелось бы обратиться к водителям, быть более внимательными при проезде пешеходных переходов, и также пешеходам более внимательным при переходе проезжей части в зоне действия пешеходных переходов и исключить возможности нахождения на проезжей части в отсутствии пешеходных переходов. Зеленое движение «Россия-К» приглашает всех желающих принять участие в птичьем флешмобе. Хранители птиц – проект, цель которого научить жителей городов правильно подкармливать птиц и делать безопасные экологические кормушки для них. Для участия в флешмобе необходимо зарегистрироваться на портале ecowiki.ru и выполнить простые условия. Соорудить кормушку для птиц, не забывать подкармливать пернатых, разместить в парке или во дворе плакат с правилами заботы о птицах. Также важно рассказать о флешмобе в соцсетях с хэштегами «Хранители птиц» и «Эковики». Птицы помогают человеку, но чтобы выжить в городе, пернатым нужен человек. С открытия парка культуры и отдыха «Соловьиная роща» в промышленном районе Смоленска прошло чуть меньше полугода. Но не все горожане одинаково рады появлению культурного места для отдыха. Недавно камеры парка зафиксировали прогулку молодой пары, во время которой они решили испортить знаменитое высказывание Николая Рериха, украшающее сцену парка. Открепив первую букву алфавита, парочка продолжила прогулку, демонстрируя свой трофей. Цитата Рериха «Культура рождается из природных качеств, из образования и воспитания». Осталось без буквы «А». На хулиганов уже поступило заявление в полицию от руководства парка. Напомним, что до настоящего времени парк открыт для посещения, но так и не передан ни в муниципальную, ни в государственную собственность. Книги на любой читательский вкус, исторические, православные и фэнтези появились на книжных полках в библиотеке. Подробности в нашем сюжете. Из большого количества приобретённых библиотекой книг на полках не осталось ни одной. Все новые книги разошлись по рукам. Любители истории обратили внимание на книгу Семёна Скляренко «Светослав». Книга рассказывает о жизни храброго русского полководца. «Иду на вы», – писал своим врагам Святослав и сеял среди них панику. А верующие люди заинтересовались книгой Виктории Карпухиной «Православные старцы». В ней собрана биография матушки Макарии, старицы Тёмкинской. Она обладала даром исцеления. Любители секретов и тайн оценили новую книгу Бориса Акунина «Вдовь и плат» и роман Дэна Брауна «Происхождение». Необычные факты в книге известного тележурналиста Игоря Прокопенко «Солнце, Луна, Марс» заинтересовали читателей не меньше. Например, даже наша вдоль и поперёк изученная Луна в центре громкого скандала. Недавно появилось интервью кинорежиссёра Стэнли Кубрика, в котором якобы перед смертью тот признаётся, что именно он снимал знаменитые кадры высадки американских астронавтов на Луну в секретном павильоне Голиуда. И таких сенсаций книги достаточно. Для более юной читательской аудитории куплены книги о всемирно известной саге о Гарри Поттере. И хотя английская писательница Джоан Роулинг клялась, что больше не выпустит ни одной новой книги, очередная история о Гарри всё же появилась. В ней бывшие дети выросли и стали взрослыми сорокалетними занудами, а уже их дети стали полноправными участниками приключений. Кроме книг, читатели найдут библиотеки и свежие выпуски журналов. Оформить их подписку на 2019 год Центральная библиотека смогла благодаря участию неравнодушных людей. Это Сергей Ольковиков, Сергей Печерица, Александр Кмита. Именно они оплатили журналы 39 номинований. Новые книги и свежие выпуски журналов уже ждут читателей на ещё не запылённых стеллажах. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Марина Якубишина, Десна ТВ. На сегодня это все новости. Всё самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова